Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами тема интересная для изучения. Это глагол to be. Глагол to be – это одна из самых основных тем в начальной школе. И, в принципе, очень много учеников, которые приходят ко мне после школы и не знают, что такое глагол to be. Но это понятно, потому что глагола to be в русском языке нету, и у многих возникают трудности с пониманием. Объясню, почему. У нас есть глагол to be в прошедшем времени, когда мы говорим «я был», «ты был», «мы были», «они были». Есть в будущем. Мы будем, ты будешь, они будут. Но глагола to be у нас нет в настоящем времени. Хотя, в принципе, раньше он был. Например, в фильме «Иван Васильевич. Медпрофессию», где Иван Грозный, наверное, вы все видели этот фильм, старый советский добрый фильм, где Иван Грозный говорит «ас есм царь», «есм» – это и был раньше «to be» в русском языке. Но вот так сложилось, что время расставило свои точки над «ы», и, в общем, сейчас мы уже не используем этот глагол. Хотя в других славянских языках, например, вот в сербском, в хорватском языках, в чешском, в словацком, там глагол to be используется у них и со всеми местоимениями. Так что, да, если будете изучать славянские языки, то вы найдете глагол to be в других славянских языках. Но в русском, к сожалению, его больше нет. В английском он есть, есть и в других языках, например, в немецком, там будет «eich bin», да, здесь у нас три формы глагола to be. То есть это название просто в инфинитиве, да. Что такое инфинитив? В инфинитиве неопределенная форма глагола, отвечающая на вопрос «что делать, что сделать», то есть вот «to be», «быть». И в настоящем форме он имеет три, в настоящем времени он имеет три формы – am, is и are. Ну вот здесь девушка Лиза у нас, она представляется и, соответственно, говорит о себе. Для чего глагол to be нам нужен вообще? Для того, чтобы представиться, сказать, кто мы, там, I am a teacher, you are a student, he is an engineer, she is a doctor, да. Чтобы описать себя, какие мы, голодные, холодные, I am tired, you are angry, she is sad, we are happy. Для того, чтобы сказать, что где-то что-то находится, какой-нибудь предмет, например, the book is on the table, the girl is in the classroom, да. Ну вот здесь вот она также про свой возраст говорит, например, I am 22, мне 22. My name is Liza, мое имя есть Лиза. I am American, I am from Chicago. Я являюсь американкой, я из Чикаго. I am a student, я являюсь студенткой. Я to be стараюсь здесь переводить, чтобы студентам было понятно. Ну, вы поймете, так вам будет удобнее переводить и воспринимать речь на слух. Просто когда, ну, перед переводом, конечно, мы чаще всего опускаем глагол to be, потому что у нас его нету, и немножко не получается логическое, такое логичное предложение, да, в голове. My father is a doctor and my mother is a journalist. То есть мой отец является доктором и моя мама является журналисткой. I am not interested in politics, то есть я не являюсь заинтересованной в политике. I am interested in art, я являюсь заинтересованной в искусстве. My favorite sports are football and swimming. Мои любимыми видами спорта являются футбол и плавание. My favorite color is blue. Мой любимый цвет является синим. Вот у нас так девушка Лиза рассказала про себя, да, используя глагол to be. Ну, вот у нас таблица, здесь утвердительные предложения и отрицательные. Отрицательные. Отрицание мы добавляем к глаголу to be, чтите, to not. Получается отрицание. То есть вот у нас I am, я есть, да, утверждение, сокращенно I am, да. He is, she is, it is. Он есть, она есть, ну или оно есть. Ну, на русский язык it переводится как он, она, оно. То есть у нас нет такого местоимения универсального в английском, он есть. То есть, когда мы переводим, ну и переводим либо он, либо она, либо, потому что у нас, допустим, книга это она, стол это он. Да, здесь у нас будет it везде. В общем, it is, да. Сокращенно мы вот сокращаем глагол to be, и вот такой апостроф ставится, да, здесь it's, да, то есть she is, his. Отрицание мы добавляем чтите, to not. Частицу, not глаголу to be. I am not, я есть, не, да, там I am not a student. Я не являюсь студентом, я не студент. He is not, или he isn't. He is not, или he isn't. То есть два варианта сокращения здесь. Либо вот первое, ну кому как нравится на самом деле, кто-то так и говорит. В разговорной речи, конечно, мы чаще всего используем именно сокращенные варианты. We are not, или we aren't. You are not, или you aren't. И they are not, или they aren't. То есть мы есть, не, они есть, не, ты есть, или вы есть, не, но you у нас это и ты, и вы, да, в английском языке. Единственное число и нужное. Ну вот примеры еще, в которых используется глагол to be. I am cold, can you close the window, please? Мне холодно, можешь ты закрыть окно, пожалуйста? Ну или можете вы закрыть окно, пожалуйста? Здесь I am cold, это, ну по-русски мы скажем мне холодно. А дословно, то есть я являюсь замерзшим, я замерзший, да, там окоченелый. То есть это получается, да, у нас, мы описываем себя. То есть глагол to be у нас только один здесь. I am cold, это как прилагательное, да. I am 32 years old, мне 32 года, my sister is 29, my sister is 29. Steve is ill, Steve является больным, he is in bed, он находится в кровати. My brother, то есть здесь я перевожу Steve is ill, Steve является больным, а в втором случае he is in bed, он находится, то есть мне так удобнее перевести, он находится в кровати. My, ну у нас глагол to be, это же универсальный глагол, то есть быть, существовать, находиться, являться, есть, и все это to be, да. Глагол ключевой, который является специальным, он глагол, на котором мы создаем разные другие времена, конструкции, и поэтому, когда ученики в самом начале, в начальной школе пропускают этот глагол, да, и как-то упускают, не понимают, то в итоге потом эта цепочка замыкается, и ученик, соответственно, имеет проблемы с грамматикой, он не понимает, и у него наступает какая-то такая депрессия, да, на уроках английского языка. It's ten o'clock, you're late again, то есть время девять часов, my brother is scared of dogs, мой брат боится собак. It's ten o'clock, время девять часов, you're late again, ты являешься опоздавшим снова, ты есть опоздавший снова. And and I are good friends, and я являемся хорошими друзьями. Your keys are on the table, твои ключи находятся на столе. I'm tired, but I'm not hungry, я являюсь уставшим, я есть уставшим, но я не голодный, да. Lisa isn't interested in politics, she is interested in art, то есть Лиза не заинтересована в политике, не является, не заинтересована в политике, она заинтересована искусством, заинтересована в искусстве. James isn't a teacher, James не является преподавателем, he's a student, он является студентом. Those people aren't English, те люди не являются англичанами, they are Australians, они являются австралийцами. It's sunny today, but it isn't warm. Погода солнечная сегодня, но она не теплая. Ну здесь it, почему я сказал погода, потому что это какое-то местоимение, которое заменяет существительное, скорее всего это погода здесь. Ну, мне так кажется. Ну вот у нас как апостроф, как у нас глагол to be сокращается, да, с указательными местоимениями, это указательное местоимение, и вот он с ним тут сокращается. That is будет that, there is будет theirs, here is будет here's. Ну, примеры выражения. Thank you, that's very kind of you, то есть спасибо, это очень мило с вашей стороны. То есть апостроф вот s, он так сокращается. То есть глагол to be, апостроф, и превращается в апостроф, такую запятую сверху и s. Look, there is Chris, посмотри, там находится Chris. Here is your key, здесь ваш ключ. Thank you, спасибо, да, вот на рецепт, что мне здесь девушка подошла. Here is your key, вот твой ключ. Thank you, спасибо. Да, потом у вас здесь вот идут экссессайзи, упражнения. Нужно будет делать, кстати, что хорошо, в Мёрфи, здесь в конце учебника есть ответы, ключи. То есть после того, как вы сделаете упражнение, лучше распечатать эту страничку и сделать упражнение. После того, как вы сделаете, лучше посмотреть в ответы, проверить. И если там где неправильно, то можно будет исправить, проанализировать свои ошибки, и, соответственно, потом вы можете сделать это заново. Ну вот у нас write a short form. Напишите короткую форму в первом упражнении. She is, мы пишем she is, да, и так далее. Можно подсматривать вот сюда вот, то есть, соответственно, вернуться обратно, подсмотреть и, да, сделать. Лучше, конечно, не подсматривать, но кому кто-то не понимает, тот может подсмотреть, конечно. Так, в втором у нас упражнении нужно будет написать, вписать правильную форму глагола to be, то есть либо am, либо is, либо are. Соответственно, вы смотрите, the weather is nice today. Погода является приятной сегодня. Ну и смотрите дальше, да, какие местоимения, и подбираете глагол в правильную форму. Дальше. Complete the sentences. Завершите предложение. То есть, Steve is ill. Стив является больным. He is in bed. Он находится в кровати. Ну и так далее. I am not hungry, but... Но я... У меня жажда. Thirst – это жажда, да, то человек пить хочет. Дальше. 1.4. Посмотрите на... Look at Liz's sentences in 1A. Посмотрите на предложение Лизы на упражнение 1A. То есть, 1A – это здесь у нас. Так, вот он, 1A, да. И, соответственно, по этой же конструкции мы вставляем предложение о себе. То есть, вот... Now write sentences about yourself. Напишите предложение о себе. То есть, name, age, возраст и так далее. В пятом упражнении. Write sentences from this picture. Напишите предложение из картинок. Для картинок. Используйте эти вот слова. Angry, злой, cold – замерзший. Hot – жаркий. Жарко. Hungry – голодный, да, hungry. И scared – это пугающийся, боящийся. В общем, в страхе. Thirsty – это когда у нас в человеках жажда пить хочет. Ну, мы говорим по-русски сушняк. Да, то есть, на сушниках. Ну, вот. She is thirsty. Она на сушниках. Вот у нее тут жажда. Да, она пить хочет. И в 1.6 у нас 1.6. Write two sentences. Напишите правдивое предложение. Positive or negative. То есть, утвердительные или отрицательные. Используйте глагол to be. Либо утвердительные формы, либо отрицательные формы. Ну, например. Hot today. То есть, сегодня жарко. Вы выглядываете в окно и смотрите. Там, жаркая погода. Жаркий день или нет. То есть, и пишите. Либо it isn't hot today. То есть, сегодня не жаркий день. Либо it's hot today. Сегодня жаркий день. Ну, и так далее. То есть, все вот как раз предложения, они либо да, либо нет. Как вы читаете. И дальше у нас то же самое. Write two sentences. Positive or negative. То есть, напишите утвердительные предложения. Нет, правдивые предложения. Утвердительные или отрицательные. То есть, опять же. Если вы устали, вы пишите. I'm tired. Если нет, то I'm not tired. Ну, на этом все. Сегодня наш урок закончен. Желаю вам удачи в ваших упражнениях, в вашей практике. Увидимся позже. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok